На вдохе садимся, на выдохе встаем. Делайте это упражнение от 8 до 15 повторений. Опускаемся еще ниже, еще, 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 ноги прямые. После каждого упражнения глоток воды. Устраняем дегидратацию, то есть обезвоживание. Здравствуйте! На моем канале есть популярный ролик для снятия боли в спине в домашних условиях. Вы просите показать еще другие упражнения, что я и выполнил сегодня. Итак, первое упражнение. А поможет мне продемонстрировать эти упражнения сегодня Надежда Анатольевна. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте. Упражнение не простое, но давайте попробуем. Давай. Итак, вы в квартире, у вас есть диван какой-то, помощник. Обязательно. Становитесь на колени сначала, на колени. Потом ложитесь на кушетку, подальше, подальше, подальше. Ложится все бедро, все бедро, живот немножко свисает. Помощник держит за ноги. И, естественно, опускаешь спину. И на выдохе поднимаем спину вверх. Выдох. Выдох. Обратите внимание на выдох при подъеме спины. Сначала спина растягивается. Чем выше у вас будет диван, тем лучше растягивается спина. И на выдохе обязательно спина поднимается. Мобилизуются мышцы поясницы, ягодичные. И они как раз растягивают боль в поясничном отделе. Делайте это упражнение от 8 до 15 повторений. 2-3 серии. Через боль. Хорошо, спасибо. Следующее упражнение улучшает кровообращение в поясничном отделе. Глубокие приседания у шведской стенки. Обратите внимание на технику. Это очень непростое упражнение. Итак, на вдохе садимся. На выдохе встаем. Руки не сгибать. Вот это ошибка большинства. Как бы натягиваешь себя, как парус. Вот. Садимся. Вдох. Выдох. Вот. Молодец. Вдох. Выдох. Сначала будет все это сложно. Потом вы научитесь не сгибать, не притягивать себя руками. Только ногами приседают. Только ногами. Вот. И через где-то 15-20 повторений вы почувствуете сжение в спине. То есть туда пошла кровь. Ноги качают кровь к спине. И спина болит, потому что там спас мышцы, кровь не идет. Вот это простая вещь. Ноги, спина – это кинематическая цепочка. Но приседать надо много. Хотя бы 20 повторений. Руки просто удерживайте. Давай, садись. Вдох. Вот. Молодец. Вот. Смотрите. Вперед, вверх. Вдох. Выдох. Ха. Хороший. Выдох. Обратите внимание, что спина растягивается сначала при приседании. А потом сокращается. Растягивается и сокращается. Потому что большинство людей с болью в спине очень жесткие мышцы бедра. И они как якорь тянут таз вниз. И вот это упражнение снимает этот якорь, уберет тяжесть из спины. И постепенно спина становится легкой. Ну, молодец. Хорошо. Непростое, да, упражнение? Простое. И следующее упражнение. Гиперрастяжка мышц спины. Желательно у шведской стенки. Упражнение простое. Можно делать даже на детской площадке. Подходим к стойке. Устанавливаем ноги. Упор ногами. Упор ногами. Плотно упор пятки. Руки держатся сначала повыше. Сначала повыше. И на вдохе опускаем таз назад. Не сгибаем ноги. Растягивается спина здесь. Руки пока стоят высоко. На выдохе встала. Переставила руки пониже. Опускаемся еще ниже. Еще, 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 еще. Ноги прямые. Выдох, встаем. И руки берем еще ниже. И опускаемся еще дальше. Через боль. Это очень важное понятие. Таз поднимаем. Еще разочек. Голову не опускаем. Выдох. И так можно руки опускать до самого пола. Когда вы растянете наверняка любую боль в спине. Потому что боль в спине это спазм мышц спины. Вот, молодец. И еще разочек. Еще разочек. Главное не оторваться. Поднимаем таз. Опа. Хорошо. Молодец. Молодец. Спасибо. Это упражнение достаточно сложное. Делать 3-4 раза. Через боль. Со временем вы можете делать это упражнение больше. После каждого упражнения. Глоток воды. Устраняем дегидратацию. То есть обезвоживание. Много пить не надо. Но по глотку это рекомендуется. Таким образом Надежда Анатольевна помогла мне продемонстрировать 3 незаменимых упражнения для снятия боли в спине в острых и хронических домашних условиях. Чтобы не пропустить новые ролики с полезными упражнениями подписывайтесь на наш канал. Спасибо. Спасибо.